К другим темам. В зоне возможного подтопления находится 90 населенных пунктов Кустанайской области. В случае резкого таяния снега в воде могут оказаться чуть больше 2000 домов. Такие данные озвучили в региональном департаменте ПЧС. Подготовка к весеннему паводку продолжается во всех регионах области. Артем Грапов расскажет подробнее. Еще недавно житикаринские спасатели вызволяли людей из снежных заносов, а уже сегодня проводят очередную проверку весеннего инвентаря. С этим оборудованием они будут работать во время паводка. В арсенале отряда экстренного реагирования моторные лодки, несколько гидрокостюмов и водолазное снаряжение. Обязательными значатся мотопомпы для откачки талой воды. Отряд у нас на постановленной готовности находится на дежурстве. Имеется три человека. Также пожарная часть имеется у нас, спасательное подразделение. Это город Житогора, у нас три человека. По первому телефонному звонку, по тревоге, чей на час они производят сбор. Параллельно в районе работают и мобильные группы. Они обследуют реки, водохранилища и гидротехнические сооружения. В Житогоринском районе пять плотин. По словам местных властей, они в исправном состоянии и готовы к пропуску большой воды. Знают в районе и приблизительные риски. В зоне возможного подтопления два населенных пункта. Город Житикара, вернее старая его часть, и село Забеловка. По старой части города Житогора, это, как мы говорим, левый берег. Получается, у нас подвержены 133 дома. В них проживает 497 жителей. Этот список мы актуализировали. Если брать по Забеловке, то там 71 дом плюс два магазина. Население 297 человек. Зима в этом году, говорят синоптики, нетипичная. Снежный покров лег позже. Сначала был недобор по осадкам, зато январь и февраль показали свою по-настоящему зимнюю мощь. Метеорологи фиксируют высокий покров снега, а еще запасов влаги в нем больше. Показатели выше прошлогодних и среднем многолетних значений. Если большая вода и будет, то региону это только на руку. Казводхоз, конечно, бьет тревогу. Всего 50% наполняемость наших основных водохранилищ, это Каратамарская, Верхнетобольская, конечно, это очень мало. Уже 15 лет у нас не было такого значительного паводка, который бы пополнил и очистил, обновил вот эту воду, которая у нас сейчас в водохранилищах находится. Но впереди еще март. Его температура будет на 1-2 градуса выше нормы. Больше будет и осадков. Об этом говорит долгосрочный прогноз синоптиков. Ожидается в области половодия или нет, пока говорить преждевременно. А прохождение паводка традиционно будет зависеть от весенних температур. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Кустановская область. Итоги дня.